25 января отмечается День студентов. С активистами студенческой жизни Славянска на Кубани встретился глава Славянского района Роман Синеговский. О чем шел разговор с молодежью, смотрите в следующем материале выпуска. Встреча главы района Романа Синеговского со студентами прошла в рамках федерального молодежного проекта «Диалог на равных», который дает возможность представителям молодого поколения в неформальной обстановке пообщаться с известными людьми из мира политики, спорта, культуры и бизнеса. Цель такого проекта – наглядно показать молодежи на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе. Поделиться своим опытом, ответить на вопросы собравшихся в Дом молодежи помимо главы района, также пришли председатели районного совета Григорий Литовко и председатель совета молодых депутатов Славянского района Алексей Литвиненко. Почетные гости поделились своим опытом работы в различных сферах, рассказали о пути становления, о том, что важно иметь мечту и следовать за ней. Молодой человек занят, спорт, с утра встал, посмотрел, кто каждый для себя график свой пропишет. Обязательно спорт должен присутствовать в вашей жизни, обязательно добрые дела должны присутствовать в вашей жизни, обязательно близкие люди должны присутствовать в вашей жизни, обязательно любимое дело должно присутствовать в вашей жизни, потому что часть вашего счастья – это любимое дело, которым вы можете заниматься. Молодежь – это будущее страны, и этот тезис неоднократно звучал на встрече. Именно нынешним студентам и школьникам предстоит управлять страной. И для того, чтобы взять ответственность не только за себя, но и за свой поселок, город, регион и даже государство, важно много учиться, быть активным, а самое главное – любить место, где ты живешь и любить дело, которым занимаешься. Тогда и будет результат. Сегодня, знаете, любое поселение успешно развивается. Знаете, в чем самый главный секрет? Секрет в том, что любви к своей малой родине. Вот филиал Кубанского государственного университета. Как вы думаете, как он появился в Славянском районе? 44 муниципальных образования. Но появился он именно в Славянске на Кубани. Благодаря любви людей, которые в то время работали. Я очевидец, как он организовывался в 1993 году. Владимир Ильич Сенеровский, Татьяна Семеновна Анисина, отец Никита благословлял этот филиал Кубанского института тогда, СГПИ был. А сейчас филиал Кубанского государственного университета. И сейчас этот филиал Кубанского университета – один из лучших филиалов Краснодарского края. Встреча прошла в очень продуктивном ключе. Студенты активно задавали вопросы, интересовались новой информацией. А почетные гости искренне и открыто старались им ответить, опираясь на свой жизненный опыт. Меня зовут Коваль Полина, студентка филиала Кубанского. Роман Иванович, вопрос к вам. Уже упомянули, что в Москве прошел форум глав муниципальных образований субъектов федерации. И вот хотелось бы у вас узнать, что вам понравилось на этом форуме. Может быть, что-то полезное для себя подчеркнули. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Понял одно, когда послушал всех, с коллегами пообщался, что мы, в принципе, на верном пути. То есть у нас правильные цели, правильные задачи, что мы развиваем район, делаем много правильно. У нас хорошие главы поселений, все труженики, люди очень хорошие, бизнесмены очень грамотные, очень продвинутые. Молодцы, постоянно совершенствуются и развивают наш город и район. Чему, конечно, нам больше надо поучиться, это цифровизация в целом, вся эта тема, она уже впереди планеты всей. Они в Москве более продвинутые в этом направлении. Конечно, вот здесь нам надо тоже не отставать, надо, потому что это удобно, это быстро. Сегодня все мы пользуемся госуслугами, сегодня все мы уже пользуемся приложением, оплачиваем через интернет, оплачиваем через онлайн, оплачиваем все свои услуги. Ну и вообще везде, везде, везде эта тема, конечно, она идет. Поэтому вот здесь, наверное, вот то, чему хотелось бы поучиться. В целом, встреча прошла интересно и полезно. В конце мероприятия прошло вручение сертификатов лауреатам конкурса губернатора Краснодарского края на соискание специальной молодежной стипендии 2023 года и вручение благодарности студентам-активистам студенческого самоуправления. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».